А челябинские школьники и студенты уже принимают участие в экологических акциях. На городском пляже прошел первый всероссийский осенний кубок чистоты. Сколько мусора удалось собрать, знает Владислав Чухров. Почти 80 школьников и студентов собрались здесь, на городском пляже. Сегодня здесь проходит первый всероссийский осенний кубок чистоты в рамках проекта «Чистые игры». Главная задача участников — собрать как можно больше мусора. Каждому из них выдали по три пакета — черный, зеленый и синий. В зеленый пакет они собирают стекло, в черный — сборный мусор, а в синий — собирают пластик. Это наш питьевой источник. Хочется, чтобы берег озера был всегда чистый. И после летнего сезона и зимнего мы стараемся всегда здесь уже традицией убирать пляж. Сегодня такой же кубок проходит в 60 городах страны. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Магнитогорске и в Челябинске. Главная задача — собрать 130 тонн мусора. Участие в этом проекте принимают сегодня почти 6 тысяч человек. У нас в городе экопроблема. Это, мне кажется, самая большая проблема. Поэтому приходится как-то помогать. Чаще всего попадаются бутылки и фантики от всяких сухариков и чипсов. Проект «Чистые игры» реализуется с 2014 года. За это время экологические квесты прошли в России, Китае, Японии, Казахстане, в Индии. За всё время в нём приняли участие 46 тысяч человек. Они собрали 944 тонны мусора. Половина отходов ушли на переработку. Экопросвещение, о котором мы так много говорили и очень много было сделано, даёт действительно замечательный результат. Сегодня уже 31-е «Чистые игры», на которых участвует очень много молодых жителей Южного Урала. Это замечательно. Здесь сегодня в Челябинске каждый участник собрал по 3, а некоторые по 5 120-литровых мешков с мусором. Победителям вручили памятные призы и сертификаты. Владислав Чухров, Виталий Пастухов, ОТВ.